В эфире быстрое видео для новичков о том, как можно обработать края конвы перед вышивкой. Ведь они же у вас осыпаются. Но если вы не хотите этому учиться и тем более не хотите заморачиваться и что-то там обрабатывать, покупайте деревянную конву. Она уж точно не осыпется. Massaga World. Каждому да по возможностям его. Ой, если у вас есть руки, которые умеют пришивать пуговицы или хотя бы швейная машинка, то вам вообще не о чем беспокоиться. Для самого надежного, самого безопасного и самого удобного способа обработки краев конвы возьмите швейную машинку или ваши ручки и обработайте край нитками. Если вам данный метод подходит и у вас есть такие возможности, блин, не смотрите дальше видео. Дело в том, что следующие методы, они хоть и быстрые и ленивые, и всего на одну минутку, но у них, конечно, есть свои недостатки. Также можно обработать край конвы прозрачным лаком. Это очень быстро и удобно, если у вас есть лишняя баночка и, конечно, не от Sally Hansen. Я этот метод сама испробовала. Мне он очень понравился. Так же, как и метод с клеем. Правильно, обычный клей ПВА. Это удобно делать, конечно же, клеем карандашом, но вы можете делать и просто из баночки кисточкой. В общем, как вам менее заморочно. Клей ПВА полностью растворится при стирке и не оставит никаких следов, если вы, конечно, очень хорошо прополоскаете вашу работу. Всякие спецкарандаши для обработки конвы – это тот же клей, поэтому можно на них вообще не тратиться. Недостаток обработки клеем или лаком в том, что края конвы становятся жесткими, и вы, конечно, можете порезать свои нежные ручки-вышивальщицы. Последний метод, о котором я вам расскажу, он будет, скажем, самый последний именно даже по предпочтению. Но после этого вас ждет бонусный метод обработки конвы, который, ну вот, именно бонусный, необязательный. Итак, скотч. Можно взять малярный скотч. Я брала в свое время даже самый обычный прозрачный скотч и крепила его, как бы загибая с двух сторон конвы. Можно взять обычный медицинский лейкопластырь. Можно взять липкую синюю ленту, которая изолента. Да вообще, все, что угодно, все, что вы можете придумать, и все, что приклеится к вашей конве. Недостаток, конечно, такого метода в том, что этот скотч действительно немножко отслаивается в процессе работы, но если работа натянута на раму, и, в принципе, она недвижима, то никаких недостатков я не вижу. Хотя, меня постоянно раздражал этот шелест и иногда попадающий под скотч игла. Ну и вот мы подобрались к бонусному способу обработки конвы. Берете швейную машинку или ваши ручки, иглу и обрабатываете, да, нитками. Скажите, я об этом уже говорила? Но если вас раздражают какие-либо нитки на вашей конве даже после окончания работы, возьмите водорастворимую нить Мадейра, и она тоже исчезнет при стирке. Хотя я не вижу в этом смысла. Говорю же, необязательный метод. Если вы считаете, что данный ролик поможет начинающей вышивальщице, обязательно поделитесь им в соцсетях. Ставьте ваши пальчики вверх и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok